Православные верующие готовятся к великому празднику Крещения. В этом году Крещенский сочельник приходится на среду. И в Беларуси вовсе идет подготовка. И вот ноу-хау. Впервые в столице и Минском регионе вместе с традиционными прорубями оборудуют и купели с подогревом. Таких экспериментальных мест для крещенских купаний два. Как устроены и что о таком новшестве говорит православная церковь, узнал Владислав Бондарь, а также встретился с теми, для кого ледяная вода – это привычный здоровый образ жизни. Для погружения под воду мы используем ядрокостюм сухого типа. На мне утеплитель, подзевка, дыхательный аппарат, акуланг, полумаска, поезд грузами и водолазный нож. Кому не страшна ледяная вода, людям эксклюзивной профессии. Таких на всю страну чуть больше сотням. Занятия для водолазов МЧС в спецотряде «Зубар» уже пять лет проводит Андрей Менчуков. Здесь во всеоружии и с полным арсеналом снаряжения. Знает, как подготовиться к погружению. Но крещенские окунания – ежегодная традиция для подполковника совсем другое. И тут в помощь пара профессиональных лайфхаков. Необходимо себя хорошо разогреть, возможно сделать какую-то большую зарядку. Можно немножко пробежаться, окунуться. В воде пробывает не более одной минуты. Но для кого-то и эта минута – непреодолимые испытания. Столичный эксперимент – крещенские купания могут проходить и без мороза по коже. Теплая купель с освещенной водой – ноу-хау этого года на крещение. Работает с помощью печки и дров. Воду здесь будут нагревать до 35 градусов. Фактически джакузи. В основном для детей, чтобы приобщить традиции и сопровождающих их. Искупаться здесь также смогут и люди с ограничениями по здоровью. Всего таких экспериментальных купелей две в столице на спасательной станции Дрозды и в агрогородке Ждановича. Но вроде как теплая вода на крещение в нашем сознании – это что-то вне канонов. Не теряется ли суть всей традиции и вообще обязательный ли такой подвиг веры? Спросили у священнослужителей. Когда мы говорим о традиции окунания в прорубь на Руси, мы должны помнить, что Господь крестился в Иордане. А я бы сейчас сам с удовольствием при тех погодных условиях ежедневно бы купался в Иордане. Но вот прыгнуть в прорубь – это не каждый рискнет. Тут уже нужно обратить внимание на какие-то моменты здоровья, крепости, сил и духовных, и физических. Вода, она по библейскому писанию, сама по себе творение и чудо Божие. В день праздника крещения она освящается Духом Святым. Потому температура воды, как и сама традиция окунания, ведь она официально не считается церковной, все это вторичное. Куда важнее помыслы и собственная вера. И, конечно, безопасность. Окунаться только в оборудованных прорубях. В столице три таких Иордане. Там и спасатели, и медики, вдобавок раздевалки и бани. Для тех, кто окунается первый раз, что мы рекомендуем? Первое – это ни в коем случае не прыгать в купель, не погружаться в голову, дабы не вызвать спазма сосудов. Во-вторых, нужна обязательно прорезиненная обувь, не скользящая, для того, чтобы во время окунания не травмироваться, спускаясь по лестнице. Также не стоит заходить в ледяную воду беременным и людям с хроническими заболеваниями. Если соблюдать правила, Крещение поистину станет светлым праздником. В канун Крещения оздоравливающий челлендж запускает и наша Белтели радиокомпания. Чтобы стать участником, необходимо окунуться в прорубь, выложить фото или видео в социальные сети с хэштегом «Крещенские моржи 2023» и отметить по постам наши официальные аккаунты. Авторы самой залайканной публикации получат призы. Полотенце и термокружка от вашего БТ. Владислав Вондарь, Виталий Селявка и Николай Лашкевич. Агентство теленовостей.